Друзья, всем привет! С вами ваш IT-балабол Николай Сверидов, а это значит, что вы по-прежнему на моем канале, где мы продолжаем балаболить про IT-шечку без стереотипов. И сегодня долгожданный ролик. Мы начинаем с вами разбираться с докерами. И прежде чем мы перейдем к основной части нашего контента, я прошу обратить ваше пристальное внимание на мою страницу на Boosty, через которую вы можете поддержать меня не только лайком, репостом, но еще и финансово. Это существенно ускоряет выход новых роликов, а также для пользователей, которые оформят себе премиальные уровни доступа, у меня предусмотрены приятные плюшки в виде, например, участия в закрытых лекциях или в нашем коллективном сообществе между собой, когда мы каждый месяц созваниваемся, обсуждаем проблемы и боли друг друга, знакомимся. В общем, нетворкинг полным ходом. Ну а мы переходим к основной части, друзья. Вообще, что такое докеры и зачем? Я знаю, что у многих это больная тема. Многие не успевают Python выучить. Уже начинаются какие-то там технологии, какие-то брокеры, сообщения, какая-то контейнеризация. И давайте с вами начнем плясать от проблемы. Проблема у нас такая. Представьте, что вы работаете над каким-то проектом и вы его деплоите на какой-нибудь сервер. Какие у вас могут быть трудности? Ну, например, проект у вас всегда зависит от... Самое простое, я вот снизу списка пойду. От зависимости Python, то есть библиотеки, которую вы на нее устанавливаете. Например, requests, версии Python, потому что Python может быть 3.6, может быть 3.10, 3.12 даже уже может быть. И дальше идет у нас софт, операционная система и железо. То есть компоненты, которые вглубь-вглубь-вглубь уходят нашей реализации той машины, на которой мы все это делаем. И что может происходить? Происходит следующая ситуация. У вас на локальной машине все работает. А когда вы поднимаете все это на локальной машине у друга, либо вы пытаетесь задеплоиться на сервер, там не работает. Начинают падать ошибки и беда бедовая. Что в этом случае? Как люди действовали раньше? Ну, вот есть такие ребята, которые называются системными администраторами. Они, я думаю, могли бы вам помочь задеплоиться на серваке. То есть все раньше настраивалось на уровне сервера. То есть, допустим, выходит новая версия Ubuntu и все. Допустим, было 20.04, стало 22.04. И там есть какие-то особенности, которые не позволяют вашему скрипту отрабатывать. Соответственно, докер. Настало твое время. Что предлагает наш прекрасный докер? Вообще, что это за зверь такой? Что предлагает эта технология? Докер говорит нам, давайте мы упакуем все зависимости в одну идеальную коробку и назовем ее образ. Это очень сильно напоминает, когда раньше, ну и сейчас можно там на торрентах какие-то игры компьютерные скачать, да, компуктерные. И вы скачиваете некий образ, который вы потом монтируете, как будто бы виртуальный дисковод, и потом этим пользуетесь. Вот похожий принцип используется и в докерах, да. И при этом, когда мы говорим про идеальную коробку и говорим про образ, мы должны понимать, что мы описываем правила, по которым должен собираться наш вот этот идеальный образ. И дальше на основе этой идеальной коробки мы будем разворачивать нашу изолированную сущность, внутри которой будет крутиться наше приложение. Назовем эту сущность контейнер. То есть смотрите, вы один раз собираете образ, в котором уже все есть. То есть там есть библиотеки, там есть версия питона, там, ну если у вас приложение под питон, да, или там Go, ну неважно. Это может быть какой-то брокер сообщений, если это будет, например, RabbitMQ, Kafka может быть, Nginx, все-все что угодно практически можно поднять в контейнере. Даже GitLab можно поднять в контейнере, открою вам секрет. И базу данных тоже, и Mongo, и Postgres, и все-все-все на свете. Поэтому докер — это очень удобная штука. И когда у вас есть вот этот образ, который служит как бы эталоном, на основании которого вы будете собирать свой контейнер, то есть образ — это что-то вот, скажем так, это поставка, в которой лежит набор инструментов, которые уже предподготовлены. Ваша задача — с помощью специальной команды создать другую сущность, которая будет называться контейнер. И вот этот контейнер — это будет не что иное, как некий процесс в рамках вашей системы, внутри которого будут выполняться уже команды по, например, развертыванию вашего приложения. То есть, допустим, у вас приложение на FastAPI, и когда вы монтировали образ, вы сказали, что, пожалуйста, установи FastAPI, сделай так, чтобы у меня там была библиотека еще requests, и вот это вот ляжет в ваш образ. А вот именно сам запуск вашего приложения, то есть PythonManage.py, либо там какая-то команда, ну, в зависимости от того, какой вы фреймворк используете вообще, что вы хотите сделать, может быть, вы просто скрипт хотите запустить, вы это прописываете на уровне команды внутри контейнера. Как это прописывается, мы тоже сегодня с вами посмотрим. И нет, внутри контейнера команды... Нет, сегодня мы не посмотрим, я думаю, в одном из следующих видео это у нас будет. Ну, давайте с вами продвинемся дальше, думаю, что здесь должно быть понятно. И многие из вас могут сказать, ну, наверное, что-то это напоминает, звучит как виртуальная машина, потому что если вы там ставите какой-то виртуалбокс, и потом с этим виртуалбоксом начинаете играться, вы можете накатить себе какую-нибудь Ubuntu, ту же самую, вот она у вас поднимется, вы можете туда зайти и тоже там развернуть свое приложение. Что же нам не виртуалится на всех наших серваках? Почему мы не можем там на сервере развернуть виртуалку и на ней все держать? Она будет одной и той же версией, мы будем на одном и том же версии образа поднимать наше приложение. И тут вопрос, чем контейнеры отличаются от виртуальных машин? Короткий ответ, то, что контейнеры отличаются архитектурно, а чуть менее короткий ответ у нас представлен вот на вот этой вот картинке, иллюстрации. Значит, здесь у меня представлена архитектура развертки приложения с помощью Docker и развертки с помощью виртуалки. Значит, здесь есть такие общие части, как, например, гостевая операционная система. Прошу прощения, не гостевая, а как раз операционная система хоста. То есть это операционная система, допустим, вашего компьютера, либо вашего сервака. Дальше у виртуальной машины идет такая штука гипервизор. Воспринимайте это как некий менеджер, который осуществляет управление гостевой операционной системой. Ну, я не буду вдаваться в подробности, зачем нам нужен гипервизор. Просто вот есть этот слой, на котором стоит гостевая операционная система. То есть вы на свою операционную систему, допустим, на Windows, либо на macOS, ставите виртуалбокс, и на виртуалбоксе разворачиваете Ubuntu, либо там Windows, все что угодно. И вот этот Windows, это будет гостевая операционка. Дальше у нас идет слой зависимости и всяких бинарей, которые вы можете ставить, и уже поверх этих зависимости использует их у нас application, то есть наше приложение. А теперь посмотрите на архитектуру, которая предлагается в случае использования докеров. Да, у нас есть хост, операционная система хоста. Дальше стоит некий докер-энджин. Это движок докера. Это ядро, можно сказать, докера, который у нас и отвечает за то, что у нас там контейнеры запускаются, все вот это вот танцуются. В общем, все классно, все молодежно, стильно, весело. И уже в рамках этого докера-энджина там есть вот эта вот установка зависимости и дальше слой приложения. То есть у нас нет слоя гипервизора, нет гостевой операционной системы, вместо этого докера-энджина. И что здесь, какой существенный выигрыш? У нас докер-энджин, он не эмулирует целую операционную систему. Соответственно, это меньше памяти, это меньше ресурсов кушается в момент, когда вы пользуетесь докером. Разделяет ядро хостовой операционной системы. То есть что это означает? Что вы можете, конечно, у докера поставить ограничения. Ну и, как правило, так делают, когда деплоится. Сколько памяти он максимально может кушать от вашей операционки. Но в целом он берет и разделяет с вашей хостовой операционной системой, как обычное какое-то приложение, которое вы поставили. Он разделяет ресурсы ядра. В случае с виртуалкой вы, как правило, ограничиваете, вы выставляете, сколько сразу же виртуалка будет откушивать у операционной системы памяти. Ну, точнее, сколько ядер и сколько оперативной памяти. Соответственно, у вас есть ограничения. Дальше. У вас контейнеры, они более легковесны. Потому что, если вы посмотрите, сколько весит контейнер, ну, хорошо, ну, 500 мегабайт, ну, 700. Ну, ладно, хорошо, разные контейнеры бывают. Но для того, чтобы вам скачать полную операционку, ну, там бывает существенно тяжелее вся эта история. И по поводу запуска и остановки. Если мы говорим про контейнеры, это можно сделать из терминала обычной командой. И очень быстро они поднимутся, очень быстро остановятся. Да, можно с помощью Vagrant сделать то же самое с виртуальной машиной. Но у вас запуск виртуалки, это может, там, несколько минут происходить. И то же самое гасится, она тоже не так, чтобы прям быстро. Ну, и последняя опция – это то, что легко контейнеры все-таки конфигурируются, масштабируются. Вам нужно поменять просто ваш докер-файл, про который мы сейчас поговорим. И по поводу масштабирования, если у вас, допустим, есть ваша API, ну, какой-то сервис, на который прилетает куча запросов, и ваш сервис начинает захлебываться, он не справляется. Причем там, если вы даже оперативки вкачаете, это не всегда может помочь. Вы можете, ну, как оперативки вкачаете, вы можете, допустим, взять комп помощнее, а можете сделать так, что сказать, а давай-ка мы рядом поднимем такой же контейнер. И с помощью докеров это делается все очень легко и просто. Мы постепенно тоже будем это с вами изучать. Я думаю, в рамках этих роликов, может быть, даже с Kubernetes познакомимся. Классная штука. Но давайте теперь придем к тому, а что же нам нужно для того, чтобы стартануть с нашими докерами. И нужно нам установить его на сайте docs.docker.com, ну, или просто docker.com. Вы можете найти все инструкции для того, чтобы установить всю эту историю. И тут есть Docker Desktop. Очень удобная штука, она у меня постоянно запущена. Вот она тут. Мы потом, я думаю, как-нибудь в следующий раз посмотрим, как она у нас выглядит и что здесь нам понадобится. Обязательно зарегистрируйтесь на сайте docker.hub. Перед этим будет полезно. Значит, docker.desktop.for.windows. То есть скачается у вас дистрибутив, вы его установите. И по поводу Docker Hub. Есть сайт, мы сегодня про Docker Hub еще поговорим. Создайте, пожалуйста, учетку. Прямо сразу же. Потому что в момент, когда вы будете пользоваться вашим Docker Desktop, либо из терминала пытаться запустить ваш Docker, у вас может запрашиваться логин и пароль. После того, как вы один раз его введете, больше он запрашиваться не будет, если только вы не сделаете логаут. Вот. Команда, с помощью которой можно залогиниться, ну, она простая. Docker.login. Ну, в общем, почитайте документацию, скачайте, установите себе эту историю. А мы переходим к коду и рассмотрим такую простую историю. Значит, смотрите. У меня есть простой скрипт, который написан на питоне. Что этот скрипт делает? Он просто-напросто в течение 20 секунд будет печатать на экран сообщение. Тут у меня, кстати, нет интерпретатора. Давайте его создадим. New interpreter. Ну, пускай 3.10 будет. Virtual environment. А, not empty. Значит, он уже есть. Значит, я могу выбрать интерпретатор, который уже здесь присутствует. Все, я его выбрал. И давайте запустимся. Так, все, он проиндексировал. Мы видим то, что от 0 до 19 все это будет происходить, после чего у нас процесс завершит свою работу. И этот процесс я запускаю именно как процесс в рамках своей операционной системы. Я хочу сейчас написать контейнер, который, точнее, я хочу написать специальный файл, на основании которого будет собираться мой образ. И на основании этого образа будет создаваться контейнер. Благодаря специальной команде. Что нужно для того, чтобы создать образ докера? Нужно создать докер-файл. Он так и называется. Докер-файл, я его создал у себя в директории. Вот докер-прэктис. Вот докер-файл без расширений, просто вот с большой буквы. И это стандартное имя. Как мы прописываем, что нам нужно? В отличие от операционной системы, в случае с виртуальной машиной, когда мы говорим про использование контейнеров, мы скачиваем ровно то, что нам нужно. И мы говорим, что мы хотим взять образ Python версии 3.10. И вы зададитесь вопросом, а вообще, что это за образ и откуда он берется? Но здесь впору сходить на докер-хаб. hub.docker.com Это как гид-хаб, только для образов докера. И многие компании, ну вот все, пожалуй, которые я могу сейчас вспомнить, которые производят какой-то софт, они имеют официальный образ на докер-хабе. Образ контейнера. Образ, да, образ докера. Начинаю заговариваться. Видите, здесь докер-офишл-имидж. То есть это питоновский образ. Тут есть образы и кролика, и пастгре, и всего-всего-всего на свете. Соответственно, производители питона, скажем так, они озаботились и начали выпускать образы докера для того, чтобы мы, очень хорошие ребята, пользовались ими для своих каких-то нужд. Вот этот образ будет взять в качестве базового образа. То есть он будет скачан на нашу локальную машину после того, как мы запустим специальную команду после написания нашего докер-файла. И на основании этого образа будет создаваться наш. То есть когда мы говорим про базовый образ докера, всегда там уже в 99% случаев мы будем собирать не свой какой-то собственный, ну даже 99 и 9, не свой какой-то собственный прям вот с нуля. Мы всегда будем брать какой-то базовый образ. В нашем случае это питон. Если мы, допустим, на Go приложение запускаем, ну тогда тут я уверен, что есть и гошные официальные образы, и джаваскриптовые, и все-все-все на свете. Ну потому что, сами посудите, что нам еще нужно для того, чтобы запустить питоновское приложение. Да нам только питон и нужен. Вот мы его и скачиваем. Значит, для этого используется директива from. Мы говорим from python 2.3.10. Python это, собственно, название того образа, который мы берем. И дальше здесь мы можем посмотреть теги. Какие теги у нас есть. То есть вот можно использовать любой из них, либо просто поставить, допустим, 3.9. Он, по-моему, возьмет последний доступный по этому тегу. Самый какой-то новый, самый хороший. Ну я не заморачивался. Я поставил просто 3.10. Если хотите, можете скопировать любой из этих тегов, и у вас тоже заработает. Ну вот 3.12 можно было бы поставить. Значит, дальше мы говорим, что устанавливаем рабочую директорию в контейнере. Что это означает? Это означает то, что вот у меня докер-файл. Смотрите, как докер рассуждает, когда он собирает контейнер. Он говорит, ну вот, допустим, мне сказали на основании этого докер-файла собрать образ. Он приходит сюда, и он курсором, вот как я сюда смотрю, я на уровне директории докер-практис. И когда я говорю, устанавливаем рабочую директорию в контейнере, это значит то, что я на этом же уровне буду работать в директории в своем контейнере. То есть тут как бы получается, есть внешний мир, который касается моей операционной системы, да, и есть внутренний мир, который касается там контейнера, образа контейнера. Значит, ну сейчас мы это пока не разделяем, потому что мы образ собираем. То есть мы говорим, что, ну вот смотри, у тебя, дорогой мой образ, есть только базовый образ питона. Там ничего, кроме питона, нет. Вот поставь, пожалуйста, у тебя там нет никаких папок, ничего абсолютно, поэтому, пожалуйста, поставь рабочую директорию, так сказать, в home. Да, вот там где-то есть, вот пусть она там и находится. Дальше. Копируем файл из текущей директории в рабочую директорию в контейнере. Copy. Это значит, что мы из нашей директории, то есть в нашем случае Docker Practice, скопируем все файлы, которые здесь находятся, то есть это Docker файл и таймер будет, в наш контейнер, ну, в образ нашего контейнера, пока мы контейнер еще не запускаем. И он возьмет и скопирует таймеры Docker файл и положит их в наш образ. Соответственно, все, что у нас там будет, это установленный интерпретатор питона в нашем образе и наш файл timer.py, ну и Docker файл. После чего мы указываем в Docker файле директиву cmd. Это значит, что когда мы вызовем команду на запуск, именно на запуск контейнера из нашего образа, да, на создание и запуск, будет выполнена вот эта команда python и мы указываем, ну, здесь относительный путь, можно было, на самом деле, мне кажется, timer.py указать без .slash. Это я уж так сделал по привычке. И на этом все. То есть вот эти шаги выполняются у вас в момент, когда вы собираете свой образ. Вот этот шаг у вас выполняется, когда вы из образа свой контейнер поднимаете. Как теперь, ну и, кстати, у нас все отработало, теперь как нам взять и собрать наш образ? Ну, во-первых, я вам сказал, что вам нужно будет написать Docker login. Сейчас, Docker login. После того, как вы установите Docker, обратите внимание, чтобы у вас Docker Desktop, вот тут вот иконочка горела, что Docker у вас запущен. После этого он спросит, значит, он скажет, что я тебя, друг, аутентифицировал, логин succeeded. Если бы у меня не было, ну, скажем так, он меня помнит, поэтому он говорит, что ты успешно зашел. Если бы это был какой-нибудь новый компьютер или что-то из этой серии, он бы попросил меня ввести логин и пароль. После этого я могу запрашивать, какие процессы у меня сейчас запущены в Docker. Ну, я имею в виду, это уже контейнеры. Не образы, а контейнеры. Docker PS. У меня сейчас запущена какая-то опиха и пастгресс у меня тоже в контейнере развернут. Ну, кто по фастапе смотрел мои ролики, те с этим, я думаю, знакомы. Давайте Docker Images запросим, какие образы у меня сейчас есть локально хранятся. Смотрите, лампа API Bot, лампа API Web, какие-то девелопы, ну, в общем, куча-куча всего. И здесь мы видим название репозитория. Что такое название репозитория? Это, по сути, ну, вот на Docker Hub. То, что вот мы находимся сейчас, DockerHub.com, Python. И мы можем перейти, допустим, в репозиторий RabbitMQ. Вот так вот я сделаю. Посмотрим, перейдет ли он, либо выдаст ошибку. Нет, не выдаст. Вот официальный репозиторий RabbitMQ брокера сообщений. Соответственно, тут тоже отсюда можно брать их и пользоваться. Возвращаемся обратно. Смотрите. Значит, вот эти образы, как они здесь вообще оказались? Когда я говорил, что я хочу построить из Docker какой-нибудь контейнер из образа, и что делает Docker? Он, Docker Engine, он смотрит, есть ли у меня на локале такой образ. Ну, например, в нашем случае Python 3.10. Он говорит, ну, его нет, поэтому я пойду в Docker Hub, в вот этот Docker Registry, да, потому что Docker Hub — это Docker Registry, правильно его называть. И один из Docker Registry. То же самое, как у вас есть, допустим, корпоративный какой-нибудь GitHub, да, или GitLab, или Bitbucket. А можно это же зарегистрировать на gitlab.com, github.com и Bitbucket.com. Соответственно, Docker Engine идет в Docker Hub и пытается отыскать там репозитории с таким вот названием, которое вы указали, что вы хотите, допустим, по сгрез взять 12-ю версию с 12-м тегом. Если он это находит, он начинает скачивать образ на вашу локаль, и он его не удаляет, он его оставляет для последующих использований. Значит, что в нашей ситуации? Вот у нас есть Python 3.10. Как нам вообще запустить изготовление нашего контейнера, нашего образа? Что я могу? Я могу сказать Docker. Во-первых, во-первых, вот я сейчас нахожусь в YouTube Examples. Мне нужно опуститься на уровень Docker Practice. Change Directory. Ну, если вы будете повторять за мной, то вы можете просто свою папку создать. Не обязательно, чтобы это был питаниячий проект. Docker Practice. И мы находимся здесь. Вот у нас два файла. После чего я говорю, Docker Build. И ставлю точку обязательно. То есть, что сделает Docker Engine после этого? Он увидит, что ему отправили команду построить образ, создать образ. Точка означает, что мы отыскиваем Docker файл в той директории, где мы сейчас находимся. Нажимаем Enter. Мы видим то, что он создал на самом деле. Ну, он из кэша сейчас подтянул, потому что я готовил уже этот ролик. Так бы он его качал. Он бы качал образ питона. Значит, что он сделал? Он сейчас создал наш образ. Он говорит load, build definition from Docker файл, transferring, бла-бла-бла. Значит, он сказал, смотрите, загрузил мета данные, но это он с локали, судя по всему, сделал. Дальше transferring контекст, и вот видите, он использовал кэш. Кэш from Docker бла-бла-бла. То есть он не качал, потому что если бы он качал, ну, я думаю, пару минут на скачивание у нас бы это заняло. И записал образ вот с таким вот тегом. Каждый образ, каждый контейнер, он будет иметь свой, точнее, не с тегом, а со своим хэшом. И теперь, когда я сделаю Docker images, я увижу, что у меня здесь есть, смотрите, репозиторий none, тег none, то есть я его никак не обозвал, но тем не менее у меня создан образ. Image ID у него есть, 58 секунд назад он создан. И вот здесь вот размер моего образа 1 гигабайт. При этом вы можете сказать, что, ну, наверное, это очень дорого все. Вот тут у меня по 3,5 гигабайта образа, еще 3,5. Так память очень быстро выжрется. На самом деле это не так, потому что очень часто слои в докерах, мы об этом будем дальше говорить, они переиспользуются. И на самом деле вот эта оценка только этого образа, да, то есть они как бы оцениваются с пересекающимися участками, да, поэтому не пугайтесь, если у вас такая история произошла. Ну и давайте, ребят, запустим наш контейнер, который предварительно сделаем из нашего образа, то есть образ у нас есть, айдишник у него вот такой, что мы должны сделать? Написать docker run и айдишник нашего образа. Я здесь вот добавил скобки, потому что у меня date time now, она была не вызвана, то есть я писал просто built-in метод, я чуть поправил, то есть что делает этот код еще раз? Он просто печатает счетчик с временной меткой. Ну и нажимаем enter, сейчас пройдет 20 секунд, и он выбросит нам логи своей работы. При этом, если мы в новой вкладке сделаем docker ps, мы увидим то, что у нас сейчас, видите, python timer.py, он работает и поднят 6 секунд. каждый раз, когда мы будем запрашивать, мы будем видеть, что 15 секунд, а потом он у нас уйдет с радаров и 17 секунд, 19 секунд, все, 20 секунд прошло, он отработал и контейнер, все, он не исчез, он просто перестал работать, скажем так, все, процесс закончился, python процесс схлопнулся, потому что программа наша закончилась, и контейнер такой, ну все, я не активен теперь. Как посмотреть, видите, здесь у нас результат работы нашего кода, при этом обратите внимание, здесь очень такой интересный получился результат, вы скажете, Коль, ну ты же здесь поставил скобки, почему у тебя здесь остался built-in метод now of type object, то есть мы печатаем функцию, в чем дело, ну ты как-то неправ тут, неправильно нам рассказываешь, на самом деле, это одна из частых ошибок, которые допускают новички, когда вы поменяли свою кодовую базу и пытаетесь запустить свой контейнер еще раз из того же самого образа, у вас будет все не так, потому что в образе уже находится ваш старый код, где не было вот этих скобочек для вызова вашей функции, соответственно, что в этом случае нужно сделать? Ну, вы можете либо сбилдить новый образ, либо удалить старый и сбилдить новый образ, вот, значит, что мы сделаем? Давайте сбилдим новый, докер, build, и я здесь еще поставлю минус тег, some image, и точку, нажимаю, зачем я сделал вот это минус т? Я протегал свой образ, который у меня создастся новый, и вот он мне сказал, fail to read docker файл, почему? А почему? А потому что я опять не в той директории, cd, докер, просто, просто я сделал ошибку, да, значит, докер build минус т сам image, и вот он начинает создавать мой новый образ, вот он его создал, то есть, если я докер images сделаю, мы увидим, что у другого образа, который я создал, который точно такой же по размеру, у него теперь появился и тег, и репозиторий, по поводу тега и репозитория, мы поговорим с вами в другой раз, что сюда проставлять, ну, видите, они уже теперь не безымянные, мы видим, что вот это наш предыдущий контейнер, вот это вот наш текущий контейнер, и давайте теперь попробуем сделать докер run из нашего текущего контейнера, только image ID сюда отдадим, ну, кстати, можно и по саму имиджу, да, попробовать, то есть, либо по имени, либо по ID-шнику образа, образа, а не контейнера, и тоже сделаем докер PS в другой вкладке, посмотрим, что вот 9 секунд он у нас работает, сейчас он прекратит свою работу и выдаст нам уже совершенно другой лог, соответственно, ребят, если у вас произошли какие-то изменения в кодовой базе, в вашем скрипте, то, пожалуйста, не забудьте перебилдить ваш образ, вот смотрите, вот теперь у нас есть временная метка, при этом, если я запущу старый образ, у меня поднимется старая кодовая база, ну, если я запущу контейнер из своего старого образа, и что еще интересно, вот давайте докер PS минуса я сделаю, смотрите, у меня здесь два контейнера, да, которые были созданы, то есть, первый раз я запускал со старого образа, то есть, имидж, видите, тут стоит имидж, старый, а вот здесь вот новый, то есть, у меня на самом деле сейчас есть два контейнера, которые работают на основании, которые связаны с разными образами, и если я сейчас запущу еще один контейнер, допустим, давайте я сделаю докер run some image еще раз, и давайте вот здесь вот докер PS минус а сделаю, то есть минус а, это значит покажи все контейнеры, которые неважно запущены, не запущены, у меня появится еще один контейнер, то есть, у меня два контейнера, один неактивный, один сейчас активный, но тоже скоро будет неактивным, которые сделаны из сам имиджа, то есть, на самом деле, если представить, что у нас здесь крутится не такой простой скрипт, а какое-нибудь веб-приложение, веб-апа, то вы можете просто взять, наплодить себе этих контейнеров, там, правильно их соединить в сетку с другими участниками ваших веб-взаимодействий, и таким образом отмасштабироваться, то есть, это очень-очень-очень дешево. Еще раз обращу ваше внимание, что здесь у нас получается два контейнера на основании одного и того же образа, то есть, они абсолютно одинаковые, но мы из них вышли, ну, из одного и из второго тоже, если я сделаю докер-пс минуса, мне покажут, что вот эти два товарища, мы из них вышли. Теперь давайте попробуем с вами прибить наши контейнеры, то есть, они и так уже в неактивном состоянии, вот эти вот, давайте попробуем их, то, как говорится, удалить, то есть, докер, вот в этой вкладке сделаю докер-пс минуса, можно просто взять и написать докер-рм, и подставить сюда сначала, айдишник первого, потом айдишник второго, и потом айдишник третьего, докер-рм, вот так вот, после чего они, ну, перестанут существовать, если мы докер-пс минуса сделаем, мы увидим то, что у нас только два контейнера, которые сейчас работают, значит, что еще хочу показать напоследок, это, если я сейчас запущу еще раз, какой-нибудь контейнер, давайте run some image, вот оно работает, и, допустим, в другой вкладке, докер-пс, да, я запускаю, я хочу его прибить во время работы, докер-рм-ф, и он прекратит аварийно свою работу, то есть это тоже бывает удобно, все, мы видим, что его нет, и докер-пс минуса, вот мы видим, что его тут тоже нет, но докер-пс, это я сделал, точнее, докер-рм-ф, это удаление работающего контейнера, если вы хотите просто его остановить, то это докер-стоп, то есть как тут мы это делаем, докер-ран-сам-имедж, дальше я пишу докер-пс, да, вот это вот я беру, и говорю, что давай-ка докер-стоп, после чего он контейнер сейчас остановит, он пока ждет, ждет, все еще ждет, все еще ждет, все, вот он его остановил, при этом, я могу прочитать логи этого контейнера, и посмотреть, до какого момента он досчитал, докер-логс, и ввожу сюда идентификатор контейнера, ну, кстати, вообще ничего он тут мне и не показал, то есть он вообще, по-моему, не начал там даже свою работу, докер-пс минуса, при этом в списке контейнеров мы его увидим, видите, экзит, это 19 секунд назад, создан 40 секунд назад, и при этом в логах пустота, докер-логс, да, там чисто, при этом, мы можем его точно так же удалить, то есть сделать докер-рм, и вы наверняка спросите, ну, хорошо, а как с образами быть, вот, я сейчас наделал себе образов, ну, я могу сказать, что здесь можно взять, и по образу, по идентификатору образа, взять и сделать докер-рм, и удалить его по айдишнику, rmi, вот это rmi, i на конце означает, remove image, все, удалили, и если я запрошу докер-имиджес, мы увидим, что его здесь нет, вот такая вот история, друзья, надеюсь, что этот ролик был не бесполезным, что вы теперь имеете какое-то базовое представление о докерах, дальше мы с вами поговорим про то, что такое докер-хаб более подробно, мы поговорим с вами вообще о многом, и о сетях докера, и к докер-композу мы с вами придем, и будем больше пользоваться всякими разными командами в терминале, поэтому ставьте лайки, любите айтишку, подписывайтесь на меня на Boosty, и с вами был Николай Сиридов, всем пока!